Прибытие на Юрбик По легенде, история Юрбика началась, когда с неба упала звезда. Приняв облик девушки на лошади, она своим светом пробудила жизнь на острове. Ее история вдохновляла героев Юрбика, защищавших остров от любых угроз, которые готовил этот мир, и не только он. Однако главным ее подарком Юрбику стала особая связь, которая возникает здесь между лошадью и наездником. Эта связь способна творить чудеса. Жители Юрбика дорожат долгой и крепкой дружбой с лошадьми. В наши дни остров известен по всему миру как настоящий рай для любителей конного спорта. Легенды остались в прошлом, и теперь героев можно встретить на манеже и юрбинских тропах. Твоя история на Юрбике начинается. Тебе предстоит отправиться в конюшню Морланда, где тебя ждет собственная лошадь. О таком можно и было только мечтать. Может, ты устроишь свою жизнь здесь, заведешь друзей и станешь прославленной наездницей. Но странное предчувствие не дает тебе покоя. Остров словно шепчет твое имя. А вдруг древние легенды о героях-наездниках вовсе не выдумка. Когда вы с твоей лошадью скачете по Юрвику, для вас нет ничего невозможного. Как ты проведешь время на острове? Для перемещения своего персонажа используй кнопки A, S, V и D. Также, возможно, у тебя будет слетать графика, то бишь настройки не сохраняются. Поэтому перед каждым заходом в игру не забудь заглянуть на настройки. Выстави графику, звук, ну а также эффекты под свой вкус и стиль. Не забудь забрать подарки, которые даются при входе в игру. Но у меня есть еще подарки в честь дня рождения и активацию кодов. Тебе же при регистрации на почту отправят один подарок. Разговаривай с теми, кто имеет восклицательный знак над головою. Подойди к ним, щелкни на них, чтобы поговорить. Добро пожаловать в конюшню Морландо. Меня зовут Джастин. Мы с папой управляем этой конюшней. Я забочусь о лошадях и слежу, чтобы каждый из них достался подходящий наездник. Готовы встретиться со своей лошадью? Подойди ближе к лошади и нажми на седло, чтобы сесть на нее. Хочу познакомить тебя с твоим новым другом. Это Парящая Фортуна. Имя лошади ты даешь сам при регистрации. Я надел на лошадь снаряжение и седло, так что можешь садиться. Я уверен, что ты и Парящая Фортуна скоро станете лучшими друзьями. Чтобы сесть на лошадь, подойди вплотную к ней и щелкни на седло. Задание выполнено. Кажется, Парящая Фортуна радуется за знакомство с тобой. Тебе удобно? Думаю, из вас получится отличная команда. Лошадь не велосипед и не машина. Очень важно выстроить с ней отношения. Чем больше времени ты проводишь с лошадью, тем больше вы можете дать друг другу. Гости конюшни Морланда сами заботятся о своих лошадях. Давай я расскажу тебе, как это делается. Примей к лошади, сел на скребок для копыт и щетку. После этого поговори с Джастином. Это кнопка спешивания. Щелкни здесь, чтобы спешиться с лошади. Также можно использовать клавишу Х на клавиатуре. Нажми на голову лошади. Это мини-лошади. Здесь предоставлены действия, которые ты можешь выполнить. Справа указаны варианты ухода за лошадью. Нажми на эту кнопку, чтобы почистить копыта. Нажми на эту кнопку, чтобы покормить лошадь. Если закончится корм для лошади, его можно купить в магазине лошадиного корма. Нажми на эту кнопку, чтобы напоить лошадку. Когда заканчивается вода, нужно наполнить ведро. Перетащи его из рюкзака на колодец. Нажми на эту кнопку, чтобы расчесать свою лошадь. Ежедневный уход закончен и твоя лошадь повеселела. Чтобы твоя лошадка всегда была в хорошем настроении, ухаживай за ней каждый день. Радостная лошадь двигается быстрее. Ты всегда можешь проверить настроение своей лошади на ее странице, нажав сюда. Здесь указано, какое у нее настроение и какие виды ухода уже выполнены. Каждый день, когда ты не ухаживаешь за лошадью, ее настроение падает на одно деление. Теперь ты знаешь, как ухаживать за своей лошадью. Удачи! Отличная работа, Джессика. Теперь твоя лошадь чувствует себя лучше и счастливее. Если ты будешь делать это каждый день, скоро твоя лошадь, поращая фортуна, будет такой счастливой, что станет бегать быстрее. А если ты не будешь за ней ухаживать, то она станет грустной и будет еле плестись. Конечно, ответственная наездница вроде тебя никогда такого не допустит. Нам в Морлоде всегда нужна помощь по уходу за лошадьми. Я знаю, что могу тебе доверять. Посмотри на доску объявлений возле стойлы, погляди, нет ли каких-нибудь заданий. Мы обновляем доску каждый день, так что не забывай проверять ее ежедневно. Кстати, если в ведре нет воды, ты можешь наполнить его из колодца снаружи конюшни или из корыта своей собственной домашней конюшни. Все она можно купить в некоторых магазинах. Поздравляем! Ты начала набирать репутацию в конюшне Морлода. Также есть фоторежим. Чтобы включить его, нужно нажать либо на кнопочку в правом верхнем углу экрана, либо на букву О на своей клавиатуре. Здесь очень много рычажков, так что можешь настроить удобный для тебя ракурс, чтобы сделать красивое фото. Все скриншоты сохраняются в папку StarStableOnline на компьютере в папке изображения. Кажется, ты и параща фортуны очень сдружились. Я уверена, что скоро вы вдвоем будете носиться по скаковым дорожкам Морлода. Мне нужно подобрать наездников мечты для других лошадок, а наша работница конюшни Майя Дью отправит тебя учиться в верховой езде. Она стоит снаружи у ворот конюшни. Поговори с Майей, это рыжеволосая девочка с лопатой. Она машет тебе из-за ворот. Прыгай, седло принято. Теперь тебе доступна открытая локация. Скорость лошади можно повышать, нажимая кнопку вперед или клавишу W. Вот ты и попал в мир открытого Юрвика. Здесь все обожают лошадей и большое многообразие пород. Надеюсь, тебе понравится. Чтобы сделать дыбы, нужно пойти либо вперед, либо назад и нажать Х. Чтобы скрыть рамку игры, нажми F1. И также, чтобы ее появить. Привет, меня зовут Майя. Приятно познакомиться, Джессика. Здорово, что ты решила приехать в Морланд. Добро пожаловать. Это место идеально подходит для летних каникул. Я выполняю кое-какую работу в конюшне, чтобы заработать немного шиллингов Юрвика. Карманы и деньги никому не помешают. Приходи в конюшню позже, и мы наверняка найдем для тебя занятия. В коллекциях добавляются разные персонажи, с которыми ты знакомишься. Я могу тебе столько всего показать и рассказать, но сперва ты должна пойти и поговорить с Дженой. Она тебе расскажет, как делаются дела у нас тут в Морланде. Поговори с Дженой. Собетую запомнить, где находятся персонажи, ведь камерой в скором времени тебе это показывать уже не будут. И придется ориентироваться на свою память. Верно, я Джена, а ты должна быть новенькая. Чем могу помочь? Приятно познакомиться, Джессика. Ты выбрал отличное время для приезда на Юрвик. Обычно Томас Морланд сам приветствует новых гостей, но сейчас у него небольшие проблемы. Ужасная компания Джет пытается закрыть его конюшню. Думаю, Томас найдет способ спасти свой лагерь верховой езды. Иначе твое пребывание здесь будет очень коротким. Но мне не стоит грузить тебя всем этим. Ты и поращай фортуны здесь, чтобы исследовать Юрвик. Прежде чем ты поедешь за ворота конюшни, я должна убедиться, что ты знакома с основами. Тебе нужно проехать по квадрату дорожки и вернуться ко мне. Проедь один раз по скаковому квадрату. Когда ты будешь готова, нажми ОК. Советую делать скриншоты по мере прохождения игры. Потому что потом ты сможешь пересматривать фотографии своего персонажа от самого начала до высоких уровней. Поверь, это вызывает очень сильную ностальгию. Отлично! Ты прекрасно справилась, поращая фортуна и ты, прям как одна команда. Так держать! Думаю, теперь ты готова к заданиям посложнее. Как я и обещала, теперь ты можешь свободно разъезжать за пределами конюшни. Прежде чем ты отправишься дальше исследовать Морланд, покажи, как ты, пораща фортуны, умеете прыгать. В прыжках на лошади важно правильно рассчитать время. Сначала нужно хорошенько разогнаться. Лошадь должна бежать легким, голопом или быстрее. Затем дай лошади команду прыгнуть. Если ты правильно все рассчитаешь, то перелечишь через препятствие на своем пути. В середине квадратной дорожки установлены препятствия. Попробуй прыгнуть через него. Перепрыгни препятствия. Препрыгнуть препятствия можно только на манежном галопе. Ускоренном галопе. Фотографии можно делать даже во время прыжка. Потрясающе! Ты и пораща фортуны отлично справились. Пора перейти к испытаниям посложнее. Тебе нужна задача посложнее, чем скаковой квадрат. Теперь ворота конюшни для тебя открыты. И вон там, сразу за магазинами, находится загон. Поезжай туда и поговори с Лореттой. Она отличная наездница из клуба верховой езды Бобкат. С новичками она может быть грубовата, но ты не обращай внимания. Попроси ее показать, как проходят соревнования у нас в Мурланде. Найди Лоретту за воротами конюшни в небольшом загоне. Новая способность. Ты можешь скакать галопом. Для галопа нажми несколько раз на клавишу В или стрелку в наверх. Чем быстрее ты скачешь, тем больше будет радиус поворота. И если тебе нужно будет заворачивать крутые повороты, нажми С или стрелку вниз, чтобы уменьшить скорость. Используй также прокрутку мыши для контроля над своей лошадью. Без команды твоя лошадь будет замедляться бег автоматически. К сожалению, данная функция замедления автоматического бега уже убрали из игры. Поэтому пока ты сам не замедлишь свою лошадь, она будет бежать. Да, я Лоретта. Да, я угадаю, тебя прислала Джена учиться основам соревновательной езды. Разумеется, это она. Все девочки в конюшне Мурланда мечтают вступить в мой клонный клуб Бобкат. Урок 1. Бобкат принимает только лучших. Если хочешь ездить верхом вместе с нами, то придется доказать, что ты достойна. Урок 2. Всегда тренируйся. Соревнование – отличный способ усовершенствовать свое мастерство верховой езды. И помочь лошади раскрыть свой потенциал. Такая связь, как у меня, с моим Бартаком. За один день и появится. Пока мы не перешли к третьему уроку, мне нужно выяснить, какой уровень у вас с... Как зовут твоя лошадь? Надеюсь, не пылкое сердечко или какая-нибудь похожая банальность? Проща, фортуна? Ладно, с этим можно работать. Данный звук всегда означает, что твой персонаж поднялся по уровню. Также в настройках можно отключить управление. У нашего клуба в загоне организована тренировочная скаковая дорожка. Не волнуйся, все просто. Тебе нужно проскакать по порядку между флажками до того, как истечет отведенное время. Давай посмотрим, на что ты и парящая фортуна способны. Проскочи по порядку между флажками до того, как истечет отведенное время. Чтобы начать соревнование, нужно нажимать ОК. Если внизу, около карты, появится значочек глазика, это значит, что в данном законе имеется функция отключения других игроков. Она работает только если ты состоишь в конном клубе или в группе с другими игроками. Неплохо для новичков. Ты, парящая фортуна, хорошая команда. Теперь ты, конечно, можешь остаться в загоне и ездить кругами, но если хочешь сделать себе имя среди наездников Юрвика, то нужно стремиться к большему. Урок третий. Никогда не удовольствуйся малым. Кстати, нам с братом нужно готовиться к серьезному соревнованию. Теперь торбой займется моя коллега Тан. Должно быть, ты новая девочка, о которой все говорят. Меня зовут Татьяна, но друзья называют меня Тан. Добро пожаловать на Юрвик. Надеюсь, Лоретта тебя не слишком напугала. Она бывает строга к новичкам, но желает им добра. Она очень серьезно относится к верховой езде. Вот почему Лоретта настаивает, чтобы девочки из клуба Бобкот помогали тренироваться новичкам в конюшне Мурланда. Она называет это благотворительностью, но у меня такое чувство, что она тайно ищет новых участников Бобкота. Теперь давай поговорим о гонках. Здесь, на Юрвике, верховая езда – это национальный спорт. Так что недостатка в гонках у тебя не будет. Скаковые дорожки дают вам с лошадью прекрасную возможность для ежедневных тренировок. Предлагаю тебе попробовать проехать по нашей базовой скаковой дорожке. Никакого давления. Это просто тренировка. Поесть по скаковой дорожке и пересеки финишную линию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Поезжай к Джастину в тот двор, где ты начала игру... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...